Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение баишек. Все это время мы с вами знакомились с безумными учеными, врачами и предпринимателями. А теперь настало время познакомиться с не менее безумными актерами, музыкантами и режиссерами. Потому что мы прибыли с вами в удивительное место под названием Форт Веселый. И мы будем только развлекаться. Развлечения, развлечения и ничего кроме развлечений. Как близко, буквально рукой подать. Даже Атлас понимает то, что Сандер Коэн, он совершенно ненормальный. И именно благодаря одному этому человеку, Сандеру Коэну, этот Форт, он становится просто великолепным. Потому что это просто потрясающий персонаж, который делает здесь половину атмосферы. Ну ладно, давайте осматриваться. Так, конвертер. Так, чтобы купить... А, алка ищейка! Ингредиентов не хватает. Как так-то? Алкоголь слегка повышает уровень Евы, а не уменьшает его. Погодите-ка, пять клея. Четыре энзима. Четыре пчелиных слюны. Мне не хватает три штучки. Дааа, как же так можно-то? И три инъектора. Ну блин, я же так хотел. Я так искал еще с Аркадией этот... Тоник, блин, как обидно-то. Пчелиная слюна, да вы шутите. Даже если я взломаю, все равно ингредиентов не хватит, скорее всего. Блин, жалко-то как. И где в форте найдешь пчелиную слюну? Сделай особенный подарок. Мне бы кто сделал, а? Ладно. Что это у нас? Фортуна. Кто? Предсказатель? Ну ладно, давайте что-нибудь такое предскажет нам. Слышишь что? Я бы на тебя не подставил. Что он? Так... Верни мои деньги. Мой один доллар. Ну? Надеюсь, у тебя остался наследник, чтобы продолжить рот. Здесь есть хотя бы хоть одно положительное предсказание. Может? Лучше спросишь совета у кого-нибудь другого? У кого? Ты же предсказатель, черт возьми. Ааа, верни мои три доллара. Ааа, какой кошмар. Один развод везде. О, автоматы. Ну тут-то нам повезет, сто процентов. Десять долларов вставка. Ух ты, три яблочка. Ага, сегодня, друзья, мой день. Еще раз. Я чувствую, я выиграю 250 долларов. Да-да-да-да. Ааа, че-то... Давайте здесь. Так, и... Все, все висели, испортили. Друзья, никогда не играйте в азартные игры. Это плохо кончится. Так, что у нас здесь? Ммм, аптечки. Конечно, можно разбить это стекло, но это как бы вандализм в городе, и тут прилетят снова эти пьяные боты, которые начнут вас ловить. Поэтому я, конечно, бы не советовал. Но, так как у нас есть хамелеон, мы можем спокойно от них спрятаться. Но здесь аптечки, поэтому они мне все равно не нужны. А здесь Ева. Нет, не буду ломать. Черт с ними. Ммм, Гефест. Райан, я иду. Ты меня не остановишь. Ааа, что это? Ммм, красиво, однако. Ааа, так ты лучше. Атлас Райан, Атлас Райан. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Было время, когда по радио еще можно было услышать что-то приличное. Долг артиста – услаждать слух и восхищать душу. Так что попрощайтесь с этими трепачами. Вас ждет вечер с Андером Коэном. Ну разве это не замечательный персонаж? Он специально заглушил все наши связи с Атласом и Райаном. И теперь он посвятит весь свой вечер нам. Мы будем в главной роли, так сказать. Он нас специально запер в этом форте и ни за что не собирается просто так отпускать. Ну, тем интереснее. Я уже несколько месяцев не видел тут ни единой живой души. Сейчас посмотрим. То ли ты просто случайный бродяга, то ли нечто более интересное. О, я надеюсь, тебя не разочаровать, Сандер Коэн. Все-таки я потрясающий человек. Такой уже необычный, как и ты. В каком-то роде. Пчелки давайте. Ох, есть такая одна школа. Но, думаю, я оставлю это в секрете. Ну где вы? Я хочу вас сфоткать. Привет, дорогая. Ой, как опасно-то. Так. Вот это красивая фотография. Но физический тоник. Экстра питание 3. С последними новинками линии экстра питания еда кажется вдвое вкуснее, чем прежде. Попробуйте прямо сейчас. Угу. Вы получаете много здоровья благодаря закускам и повязкам. Так, это уже интереснее. В принципе, полезно. С учетом того, сколько всего мы находим. Наверное, поставлю пока что место спортивного стимулятора. Молодцы, сил не хватит! Ладно, давайте поиграем с вами. Какие-то вы слабые стали, что ли, мутанты-пауки. Вот даже обычные стрелки какие-то более мощные. Орган. Иди ко мне. Где вы? Пчелы. Это пчелы ко мне почему-то летают, а не к ним. Видимо, они за ними угнаться не могут никак. Ладно, тогда будем огнем. Кто бы спорил? Вы вообще главные звезды. Ах, прекрасно-то. Ну давай, иди ко мне. Огонь! Он настоящий! Конечно, настоящий. О, я чувствую этот солодовый уксус. Я так долго ждал, пока в этом городишке появится что-нибудь аппетитное. Но пока все сплошь мужеланное и деревенщина. Впрочем, где же мое воспитание? Входите! Входите! Сандер Коэн приветствует вас во Флитхолле! Спасибо. Такой теплый прием. Действительно, в этом городе они деревенщины, да и бестолковые мутанты. А я что-то новенькое, что-то интересное для него. Так, уберем-ка все эти ловушечки. Ловушечки. Так. Ах, вот так вот легче будет. Где-то тут Хева, по-моему, лежала. Если я ничего не путаю. Хотя какая разница? Идем тут дальше. Ай! Отрем. Прекрасно. Добро пожаловать в форт Веселый! Замечательное место. Сандер Коэн. Во истинно замечательное. Не благодари меня за то, что я забил помехами эти скучные передачи «Атласа» и «Райна». Пусть себе грызутся. А вот художник... Да, художник знает, что следует возделывать более богатую почву. К примеру, я испытываю тебя, мотылек, но не без причины. Я проверяю всех своих учеников. Иные сияют, как галактики. Другие... Другие сгорают, как мотыльки, летящие нагло. Войди же в мое жилище. У тебя потрясающее жилище. И, конечно же, мы как главные гости программы. На нас направлены все прожекторы. Все светят на нас. Очень красивое место. Это был фактически культурный центр всего восторга. Здесь есть все. Казино, бары, рестораны, театры. Ну и, конечно же, стриптиз-клубы. Куда ж без этого-то. В общем, здесь развлекался весь восторг. Если в Аркадии просто отдыхали, то здесь развлекались именно. Ладно, давайте исследовать. Начнем, наверное, с первого этажа. И пойдем сразу по миссии. Так, выкупим. Так, можно ли мне что-то прикупить? Можно автозломщик купить? Вот это что-то интересное. Ладно, давайте взломаем. Ух ты. Даже так. Так, ну, в принципе-то... Так, ну где это? Вот такая штуковина. Ой-ой-ой-ой. Наверх, наверх, наверх. Наверх. Так, нужно... Слушайте, как быстро это все идет. Даже как-то непривычно взломать такие довольно тяжкие механизмы. Так, купим автозломщик. 60 долларов. Ну, это нормально. Всего 5 шт... А, у нас и так их много. Электрический картечь. Тоже купим. Противопехотные. 110 тоже возьмем. Так и быть. Ну все, прекрасно закупились. Конечно, хотелось бы еще обычных, но... Раз есть противопехотные, будем использовать противопехотные. А, револьвер. Давайте лучше револьвер пока что поиспользуем. Что у вас там такое происходит? Видимо, семейная ссора. Это нормально. Вы не можете завалить мутанта-мага? Серьезно? Я в ваших вообще семейных ссорах не хочу участвовать. Вы понимаете? Ой, парни, парни. Говорю, не хочу участвовать в ваших разборках. А где мутант-маг? Он ушел-таки. Повезло. Дойдем до музыкального магазина. Хочешь нас запереть, старик? Ну так копа это устроит. Я ведь тебя любил. Считал тебя гениальным музыкантом. И знаешь почему? Потому что ты платил мне за жилье. Давай дойдем до музыкального магазина. И я тебе покажу, что я думаю о твоих тридбре. Ну здесь действительно есть музыкальный магазин. Рекорд. Здесь записывали все как раз таки хиты восторга. Так. Мне бы найти энзимов. Если, конечно, такое вообще возможно здесь. Печеринная слюна. Наверное, редкая вещь. А, это ты есть. Слушай, кто тебя все-таки убил? Резинный шланг, эстетическая гордечь. Прекрасно. Тени. Ну нет, это всего лишь превосходная скульптура. Таких мы будем встречать очень и очень много. Гениально. Гениально. Это же просто искусство, друзья. Вы же понимаете, что это искусство? Надеюсь. Дистиллированная вода. Ну, лучше бы энзим был. Сандер Коэн. Зачем спрашивать? Это вроде бы одно из его произведений. То ли музыкальное, то ли мюзикл, то ли еще что-то. В общем, какая-то постановка вроде бы. Похоронное бюро. Но, знаете, как-то вот в центре развлечений весить рекламу похоронного бюро, ну, немножечко странно, на мой взгляд. Разве нет? Так, это у нас магазин одежды. Салон Софии. Какая прекрасная картина. Но если ее убрать, то, конечно же, за всеми картинами всегда есть сейф. А это зло. Так, доллары, две птички, вино Аркадия. Понятно все с вами. Ничего полезного. Вот во что раньше одевались. Лучшие, так сказать, сливки в общество восторга. Костюм и платье. Все самое дорогое. Пироженки. О, кстати, на долларах Эндрю Райан изображен, что ли? Кстати, я никогда не замечал. По-моему, да. Если они здесь и доллары еще печатали, это вообще удивительно. А это, друзья, конечно же, Сандер Коэн собственной персоной. Замечательная скульптура. Безумный заяц. Безумный заяц Сандера Коэна. Я хочу оторвать уши, но не могу. Я скачу. И когда скачу, не оторваюсь от земли. Это мой рок. Мой вечный рок. Я хочу оторвать уши, но не могу. Это мое проклятие. Мое чертово проклятие. Хочу оторвать уши. Прошу вас. Оторвите их. Прошу. Уши. То есть я все делал в ушах. Вы теперь понимаете, да? Главное оторвать уши, и все будет нормально. Вообще, конечно же, это скульптуры, сделанные из реальных людей. То есть внутри там человек. Но он их так переделывает. Кто там? Не понимаю я. Кто-то тут есть. Я точно слышу. Не суди меня! И даже не собирался. А, паучок, ты ли это? Давай спускайся. Ох, как красиво-то полетел. Батарея доллара. Как так? Я ее не трону! Ты меня тронул. За это и получил. Балты, карпич. Все бесполезно. Камера. А. Вот она. Так, интересно, и кто же можно авто взломать потом? Было бы прекрасно. Конвертер. Все еще не хватает. А, я ни один интим-то и не нашел. Печально. О, снова эта музычка. Она играла раньше в трейлере. Без шоков. Вражда артистов. Я был гангстером в маленькой Италии, но даже я поражаюсь, сколько злоба в этих артистических натурах. Эта девица Калпепер что-то не поделила с Коэном, и теперь Коэн требует от моей службы безопасности принять его в дом. А потом меня вызывают к Райну в кабинет, чтобы обсудить весь этот бардак. Чертов псих этот художник. Ну, было одно такое разбирательство. В общем-то, хотел Коэн сблизиться с Райном, чтобы тот устранил для него одного неприятного актера. Поэтому Салливану пришлось выполнять снова грязную работу. Ну, вообще, изначально Эндрю Райну был хорошо знаком с Сандером Коэном, и в конце концов, как бы по дружбе даже, можно сказать, подарил ему вот ключ от форта Веселого. Поэтому Сандер Коэн запер здесь всех мутантов и развлекается тут с ними. В общем-то, спасибо Райну за то, что он отдал ему ключ. Теперь мы тут тоже застряли. Вот такие автоматы. Паук. Просто там. О, как у тебя тут? Все хорошо-то, да? Ты в порядке, парень? Не шмет немножко голова? Так, а мне это интересно. Туда раньше можно было попасть или нет? Или просто путь можно взять? Да откуда у вас столько здесь мутанты? Актеры мои. Хорошие. Где ты? Вау. Вандализм, серьезное преступление. Ой, черт. Тамните, вандалы, паразиты. Я не паразит. Вандализм, серьезное преступление. Тамните, вандалы, паразиты. Ну вот это, что бывает, когда разбиваешь стекло. Но я не вандал, честное слово. Не хотел я ломать вашу систему. Доллары. Птичка. А что я хоть достал-то? А, патроны? Ну, кстати, неплохо. Даже можно сказать, приятно. Ну, наверное, они нас не найдут уже. Внимание. Любое публичное собрание числом более четырех человек считается наказуемым деянием. Серьезно? То есть, больше двух человек не могут собираться в городе? Ну, видимо, это из-за комендантского часа, который был. Не стирал на вода. Так. Ну, пока что, наверное, ничего не буду покупать. Там уж как понадобится что-нибудь. Так купим что-нибудь. Ну, давай. Сейчас время-то кончится. Все. После минуты они ничего не могут сделать. Нет, 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 нет. Кассовые аппараты. 11 долларов. Какой-то магазинчик. Здесь вроде бы продавали у нас сигары, выпивку. Ну, все по мелочи. Точно сигары. Настоящие кубинские сигары, друзья, вы представляете? Их, главное, курить нельзя. Не знаю почему. Вот обычные какие-то сигаретки можно. Настоящую кубинскую выкурить? Нет, вы что. Ну, тут парень один обкурился уже. Что написано там? Э, дай. Я ее так и нашел. Дай посмотреть. Изысканные сигареты. Какая-то наемная красотка тут пыталась мне запродать сигары Оксфордского клуба. Нет уж, спасибо. Я ей так и сказал. Мол, был всегда курил Никтайм. И на что их не променяю. Почему? Потому что они пахнут приятно, а стоят в твое дешевле. И хлевать, что делают их из морских ракушек, рыбьей и крыль. Ну, так вот. Пинтики и код. 7774. Надо бы запомнить. Станция совершенствования оружия. Так, я, наверное, друзья, возьму увлечение убойной силы автомата. Пора бы уже. Какой-то автомат будущего уже. Со всеми этими наворотами. Только вот не помню, код, по-моему, будет действовать в каком-то там магазине сигарет вроде бы. Что-то вроде этого. Автозломщик. Ничего себе. А вы богатый здесь. Так, и вроде бы все. На этом первый этаж у нас осмотрим. Но почему-то было мне такое ощущение, что туда можно туда попасть. Через другой этаж. Кто ты такой? Дмитро? Серьезно, я вас давно не видел. Ну, еще раз. Ну, со времен, наверное, по Аркадии Восточной мне было, насколько я помню. Вы довольно редкие уже, парни. Я даже знаю, где мне запастись аптечками. Здесь оставалось. Так, ну, мы прошлись по магазинам. Хватит ходить бродить. Идемте на главное представление Сандер Коэна. Скоро будет выступать его лучший ученик. Поэтому мы должны обязательно с вами успеть. Флитхолл. Это у них здесь такая главная сцена. Лучший театр. В восторге. Театр Флитхолл. Живые выступления каждый вечер. Как-то тихо. Вроде бы представление, а где народ-то? Неужели никто не придет на прекрасное представление? Доброе, доброе. Везде сигнализации играют. Что такое? Неужели здесь так много монстров? Это же кошмар. Контейнеры? Проверим. Пленка, аптечка, энзим. Мне нужен энзим. А, это склад такой небольшой. Некция его не нужна. Оскорбление музыкального форса. Касательно твоего отзыва. Анкл Кейпер. И хотел с ней разобраться таки. Ну, вроде бы Салливан потом сделал там всю грязную работу. Так, а здесь у нас как раз таки заседает, друзья, Сандер Коэн. Правда, он пока не хочет нам показываться. Неужели ты думаешь, что я могу сейчас встречаться со зрителями, когда я готовлюсь? Это немыслимо. Ну, пока что он нас к себе не пустит. Но потом мы с вами обязательно с ним встретимся. Гитара. У меня тоже получается неплохо играть. Найдемте. Даже лифт есть. Представляете? Что такое? Ну, и за кем вы пришли? Они найдут меня? Ух ты, какой красавец. И ты такая красивая. Посмотрите. Больше пчел. Да-да, у него лицо. Доллары. Что-то пехотные. Все-таки хамелеон, это прекрасная вещь. Нет, нет, нет. Прошу вас. Прошу вас. Я стараюсь. Я стараюсь. Нет, нет, нет. Охоин, ты чокнутый псих. Выпусти меня отсюда. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Как-нибудь. А, нет, нельзя трогать рук. Ну, ладно. Жалко. Тогда я тебя запечатлею. Таким красивым. Кайл Фитцпатрик. Один из учеников Сандера Коэна. И теперь у тебя есть Фитцпатрик, уловленный в момент своей славы. У тебя, похоже, верный глаз, мотылёк. А теперь иди в Атрию и помести его фотографию в мой шедевр. Это станет началом нашего сотрудничества. Ну, давайте еще немножечко осмотримся. Потому что это великолепная сцена восторга. Здесь выступали лучшие артисты. Сила восторга. Так. Там какой-то тоник есть. Единственное, что вот я никогда не любил... Для него сложно добираться всегда было. Берите все эти кресла. И если, конечно, мой талант... А, чипсы мешаются. Меня не подведет, то... И раз. Ну, все отлично. Спасибо, спасибо, Сандеркоин. Сигнальный эксперт. Новый шедевр линейки генных тоников компании Суперхакер. Сигнальный эксперт использует электрохимию вашего тела для отключения систем безопасности. Попробуйте прямо сейчас. На две отметки тревоги меньше при взломе. Понятно. То есть две клетки. Сигнальных этих кнопок меньше. Ну, я вообще не развиваю, кстати, инженерные тоники. Так что какая разница? Это вот не важно. Ух ты, как красиво-то. Кто-то решил сразиться со мной. Вы знаете, что у меня есть? Противопехотные патроны. Они всегда шикарно помогают помочь вас. Дорогие мои мутанты-маги. Больно, наверное. Ты просто хотел познакомиться. Я понял. Доллар, кофе. Принесите мне энзимы немножечко. Что ж вы такие? Не трогай меня! Ты даже не собирался. Ты сама ко мне пришла. Так, это есть что? Пустота. Как-то слишком пусто. Ты меня любила! Люблю тебя, дорогая. Автозломщик опять. Да вы какие-то слишком... Зажравшиеся здесь, что ли. Это не автозломщики. Пороситель. Так, давайте еще вниз ходим. Тоже есть кое-что интересное. Такая музыка играет. Спокойно. А, сигареты таскал. Ух ты, вот это охрана. Взлом? Взлом. Как-то хорошо, когда у тебя есть автозлом. Столько времени экономишь на всем этом. Сейф. Автозлом, опять же. Наверное, деньги будут. Нет. На-ка. Вот кто нас сигареты таскал. Кубинские. Из водорослей. Я знаю, зачем ты здесь, мотылёк. У тебя свой холст. И ты хочешь писать по нему кровью человека, которого я любил. Да, я отправлю тебя к райну. Но сперва ты должен стать частью моего шедевра. Ступай в Атрию. И побыстрее. Моя музыка призна. И непостоянна. Какой шедевр. Давай, не бойся. Прикоснись к нему. Это действительно гениально. Гениально, Сандерклэн. Я буду твоим новым фанатом. Я, конечно, был фанатом Штаймана. Но ради тебя я просто согласен променять даже Штаймана. Да, вот и Фицпатрик. Избавленный от всех пороков и недостатков. И вот чудесные новости. Это и есть Миг Созидания. Там, снаружи, есть три человека. Все мои бывшие ученики. И всех их объединяет одно. Предательство. Отыщи их, мотылёк. И обессмертим смертность в моём квадриптихе. Ступай. Как только они получат свою награду, ты тоже будешь вознаграждён. И отправишься к Райной. И такова, друзья, наша новая цель. Мы должны разыскать всех учеников Сандера Коэна. И запечатлеть их. Его квадриптихе. Навечно. Потому что это будет его финальная работа. Великолепный шедевр. Который останется в веках. На самом деле, он немножечко завидует своим ученикам. Собственно, он не умел играть так, как Фицпатрик. Поэтому решил его прикончить. Хотя он играл великолепно, на самом деле. Но Сандер Коэн требовал от него невозможного. Поэтому и распоряжался с ним. Но я буду, конечно же, работать на Сандер Коэна. Потому что он даёт замечательные награды за работу. Например, первая наша награда это Арбалет. Новое оружие. Оружие очень мощное. Я знаю то, что многим оно действительно очень нравится. Единственная проблема, вам нужно быть, конечно же, точными. Всё зависит от вашей точности. Если вы просто стрелок мирового класса. И умеете чётко целиться. То для вас это будет основное оружие, я думаю. Потому что бьёт оно на повал просто. Великолепно. Ну что ж, друзья. На этом мы с вами закончим. В следующей серии мы будем искать оставшихся учеников Сандера Коэна. На этом всё. Всем спасибо, кто смотрелся. Мы Теслер. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok